Сейчас. Замигал. То есть у него есть блок батареек, с помощью которого, если мы передвинем их сюда, мы сделаем какой-то угол, ну, авиационщики говорят, ангажа. Дальше вот этим шприцом, так его очень назовем просто, мы набираем воду и он тонет. Этот подводный робот может погружаться на глубину до 50 метров, рассказывает его создатель Салемжан Гафуров. Правда, плавает небыстро, его задача исследовать водоем. Ученый уверен, в будущем такие роботы помогут предсказывать климатические изменения. Сегодня, говорит, из-за таяния ледников состояние океана меняется и узнать, как поведет себя водная стихия, помогут современные технологии. Робот-подводник может собрать данные в конкретную минуту в определенной точке океана. Он справится с задачей даже там, где человеку грозит опасность. То, что будет происходить завтра, мы будем знать об этом сегодня. Он тебе сразу говорит, что происходит с океаном, какая динамика его, он может это анализировать. Ну, не он, а может быть с помощью его данных, которые он получил. На презентации подводного робота студенты Объединенного университета. Им подробно рассказывают о том, как работает эта техника и для чего она может быть полезной. После таких семинаров, говорят организаторы, многие начинают увлекаться созданием роботов. Многие для себя находят ответ, а для чего же я изучаю высшую математику или физику, где эти все знания можно приложить. И вот как раз на примере создания робота они все эти навыки начинают использовать. Многие разработки Объединенного университета уже себя оправдали. На космическую орбиту вышел спутник, спроектированный в этих стенах. Созданы беспилотники, с помощью которых можно вести съемку с воздуха. Развиваются технологии 3D-печати. Студентам обещают, расскажут про все классы роботов, которых собрали в ВУЗе. Образовательные семинары для учащихся планируют проводить раз в месяц.